Это произошло в маленьком городке Чинданджин в Южной Корее. Случайный прохожий заметил жутко истощенного пса на цепи. По морде можно было определить, что это – самоед. Однако самоеды славятся богатой белой шерстью, а у него она почти отсутствовала. Сначала прохожий потребовал у владельца Донгдзиня забрать животное, чтобы помочь ему, но тот отказался отдавать пса. Только после того, как мужчина пригрозил ему полицией, хозяин наконец отпустил Донгдзиня. Прогнозы ветеринаров были неутешительными, его тело практически мертво. И поэтому мы не знаем, сможет ли он пережить лечение и поможет ли оно ему. Собака была очень больна. Это был крайне запущенный случай, рассказал Экпарк, основатель организации по спасению собак Фрикарион Докс. Компания спасает собак из Южной Кореи и перевозит в Северную Америку для ухода и восстановления. Несмотря ни на что, врачи продолжали бороться за выздоровление собаки. Благодаря их стараниям, Донгдзинь начал набирать вес и обрастать новой шерстью. По словам ветеринаров, они увидели значительные изменения уже через 4 месяца. Через полгода наш герой полностью преобразился. Позже его взяла на передержку семья из Южной Кореи, у которых уже жило несколько других спасенных собак. Донгдзинь прекрасно полазил с ними. Историю этого песика спасатели опубликовали на сайте. Из множества желающих забрать красавца, спасатели выбрали семью Иванкувера, Канада. У них есть задний двор, где Донгдзинь сможет бегать и играть. А еще, его новая хозяйка, писательница, и работает дома, поэтому он никогда не будет один. Счастливый Донгдзинь отправился в Канаду. Там у него появились не только любящие родители, но и маленький родственник, с которым он сразу сдружился. «Это потрясающе», — рассказал Эд Парк. Когда мне присылают фотографии Донгдзиня, который резвится на траве, я чувствую себя счастливым.